И сегодня я хочу вам рассказать о очень важных законодательных автомобильных изменениях, которые происходят в последнее время очень часто, и некоторые из них действительно значимы. Так вот, самое, наверное, принципиальное в этом году изменение – это резкое ужесточение наказаний для пьяных водителей. История вопроса такова. В 2012 году некий Александр Максимов сбил на своем автомобиле, причем он был, естественно, в дугу, извините, пьяный, 7 человек в Москве на остановке общественного транспорта. Все 7 человек, к сожалению, погибли, и вот после этого в Думе началась буквально законодательная истерика, чего только не предлагали. Ну, например, было предложение сажать пьяных за рулем, пойманных пьяными за рулем, пожизненно. Это совершенно серьезное было предложение. Единственное, до чего не договорились тогда депутаты, ну, видимо, зарабатывая себе какие-то политические очки, лишь до расстрела на месте. И, тем не менее, приняты очень жесткие поправки в закон о пьянстве за рулем. Самое главное, что в этом законе предусмотрены максимальные наказания для рецидивистов. Тех, кто садится за руль пьяным постоянно. Именно они совершают самые жесткие, самые кровавые ДТП. Так вот, теперь для таких товарищей предусмотрен штраф вместо 50 тысяч 200 тысяч рублей. Это минимальная сумма, максимальная сумма 300 тысяч рублей. Второй вид наказания 480 часов общественных работ, принудительных, естественно. И третий вариант 2 года тюрьмы. 2 года тюрьмы. Если же в ДТП пострадали или погибли люди, то все варианты штрафов и всяческих работ отметаются, и предполагается только уголовное наказание, то есть тюрьма. Причем сроки следующие. От 4 и до 9 лет. В зависимости от количества жертв и обстоятельств происшествия. Далее в программе я покажу некоторое количество очень жестких, я бы даже сказал, кровавых и неприятных видео, связанных с пьяными ДТП. Поэтому людям с неустойчивой психикой предлагаю далее программу не смотреть, ну или, по крайней мере, не смотреть, а только слушать. К сожалению, вот именно такие последствия дают пьяные ДТП. Я прекрасно понимаю, что люди, которые садятся за руль пьяными, они ни в коем случае не едут намеренно кого-то убивать. И, кстати, Верховный суд отменил вариант одного из депутатов, который предлагал давать таким людям, людям, по вине которых погибли пешеходы, давать срок в 15 лет. Так вот, мотивировал Верховный суд это решение тем, что 15 лет дают за умышленные убийства. Все-таки вот эти аварии с жертвами признаются неумышленным убийством. Я надеюсь, что после всех этих законодательных изменений в России ситуация с пьянством за рулем все-таки начнет решаться в положительную сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok